Когда человек, послушайте, когда человек, к примеру, он реально несет на себе одиночество, и я вам говорю, сколько людей сегодня одиноких, это бич. Представьте себе, подумайте. Я недавно размышлял над этим. Раньше у людей не было мобильных телефонов, они не могли общаться, как сейчас. Сегодня мобильный телефон у каждой бабушки, у каждого ребенка. Раньше не было интернета, раньше не было соцсетей. Сегодня все это есть. Но одиночество, этот дух, он сегодня еще сильнее стал. А то, что сегодня эти соцсети, они буквально переполнены, люди сидят сутками в интернете, это говорит о той потребности, о том, что люди страдают одиночеством и мучаются. И это никогда не решит их вопроса. Я вам скажу, что человек по-настоящему становится неодиноким. Даже не тогда, когда у него появляется друг. Даже не тогда, когда он женился или ты вышла замуж. Нет, нет, нет. Есть очень много людей, которые женились. Есть очень много людей, которые, девушек, женщин, которые вышли замуж. И поверьте, имея семью, они остаются одинокими. Они остаются отверженными. Они остаются с болью внутри себя. Но в тот момент, когда человек, он переживает общение со Святым Духом. И Дух Святой приходит и вкладывает в него благословение. Благословение в личной жизни, благословение в друзьях, благословение в общении. Я хочу тебе сказать, всю жизнь свою, до конца дней, ты никогда не будешь одинок. Потому что благословение, которое открыл тебе Дух Святой, оно будет пребывать. Лида, понимаешь, оно все время работает в твоей жизни. Оно как энергия. Это как атом, который расщеплен. Это как энергия, которая никогда не исчезает, а только растет, растет, растет и растет. И это сила. Люди, которых Дух Святой помазал на служение. Когда человек, он не помазанный, это было со мной. Сколько труда, сколько труда, вдумайтесь, сколько работы. Я раздавал столько брошюрок. Дорогие друзья, я столько трудился. Я в самом деле очень много молился, очень много трудился. И все это было бесполезно. Это было бесплодие. Знаете, вот есть разное такое проклятие в жизни. Есть проклятие, к примеру, проклятие лени. Проклятие лени, а есть проклятие бесплодия. И вот я вам объясню разницу. Проклятие бесплодия, это когда человек много работает, а плода нет. Понимаете, проклятие лени, это когда человек, он не может ничего делать. У него не хватает сил, чтобы работать. У него реально, вот он бы может и хотел, но он не может. Он поражен этим духом лени. Это реальное проклятие. Многие люди, они настолько находятся в этом проклятии, что их мозговая деятельность, она буквально остановилась, она застыла. У них развитие, к примеру, когда им там 40 лет, а у них развитие там 15-летнего максимум парня, да, и они не развиваются дальше, потому что мозговая деятельность, она поражена духом лени. Но то, что бывает с людьми, это бесплодие. Бесплодие, вы знаете, что такое бесплодие? Вдумайтесь. К примеру, на физическом уровне это когда муж и жена, да, мужчина и женщина, они вступают в контакт, и они имеют отношение, имеют отношение для того, чтобы завести ребенка. И сколько бы они их ни имели, она не может забеременеть. То есть плода нет. И это есть проблема. И это в самом деле проблема, потому что человек делает все вроде бы для того, чтобы плод был. Понимаешь ли это? А плода нет. Он выполняет вроде бы свою роль, но плода нет. Вот это есть бесплодие. И когда человек, он в служении, и он много работы делает, он много трудится, он молится, он проповедует, он, к примеру, евангелизирует, он проводит домашнюю группу, и он делает все, но плода нет. И вот это страшно, правда? Когда человек старается изо всех сил, а плода нет. Есть многие люди, которые всю свою жизнь, они пытаются заработать деньги. Бизнесмены, которые делают все, что только могут, а плода нет. И вот к чему я говорю, друзья, послушайте меня, дорогие друзья. Когда приходит Святой Дух, он приносит в твою жизнь плод. Когда приходит Святой Дух, и касается человека, и дает ему откровение, человек уже видит плод. И вот этот плод, он пребывает. И когда Святой Дух коснулся меня, я видел, какой невероятный плод. Это было просто невероятно. Тысячи людей выбегали на покаяние. Каждый крусейд. И у нас даже ни разу не было, чтобы покаялась тысяча человек. Минимум на один раз было, когда покаялась тысяча триста человек. И я был расстроен. Потому что каждый раз каялась полторы, две, две с половиной тысячи. И я знаю, что это не мои усилия сделали. Потому что сколько бы я ни работал, понимаешь, Лида, не было плода. Но это сделал Дух Святой. И Дух Святой, он хочет сделать эту работу в твоей жизни. Он хочет совершить самое невероятное в твоей жизни. Чтобы плод был таким огромным. Кто-то сегодня, он мечтает, чтобы его церковь была, к примеру, сто человек. Или тысячу человек. Но мы видели покаяние, каждый крусейд, когда каялась по две тысячи человек. Я хочу сказать тебе, дорогой друг, ты должен сегодня осознать, что именно Святой Дух является носителем плода для тебя. И тебе нужно искать контакта с ним, общение с ним и дружбы с ним. Именно этот контакт, он взорвет всю твою жизнь. Мы дальше будем говорить о языке Святого Духа в Четвертом измерении. И я хочу тебе сказать, что ты должен понять, что Святой Дух, он достаёт эти мысли от Бога и приносит, и открывает их тебе. И всё, что коснулось тебя, откровение Божье, откровение Духа Святого, оно становится просто тем, что содержит твою жизнь и благословляет тебя. Давайте посмотрим. Одну секунду. Здесь пишется. Павел говорит, 13 стих. 1 Коринфянам, 2 глава, 13 стих. Что и возвещаем. Не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого. Изученными от Духа Святого. И я повторяю. Изученными от Духа Святого. Вы должны сейчас что-то уловить в своей Библии. Вы должны буквально подчеркнуть это. Вы должны написать это себе где-то на бумаге и повторить это, возможно, 100 раз, как минимум. Изученными от Духа Святого. То есть, оказывается, апостол Павел, он имел что-то, что он получал от Духа Святого. И он изучал это от Духа Святого. Потому что Дух Святой, Иисус сказал, он наставит вас. И вот смотрите, что происходит. Изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божья. Потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надо бы насудить духовно. но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Оказывается, когда человек имеет отношение с Духом Святым, его никто судить не может. Потому что он уже изучает от Духа Святого, он соображает это духовное с духовным, он уже человек, который другого уровня. И Дух Святой, он желает сегодня, в это время, когда мы проходим все эти уроки, когда мы готовимся к саммиту, когда мы изучаем эту тему о четвёртом измерении. Он хочет сделать так, чтобы мы были людьми, которых даже невозможно понять. И здесь последний стих в этой главе, посмотри. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Как? Как мы имеем ум Христов? Через общение со Святым Духом, через изучение того, что Святой Дух вкладывает в нас. Именно через это мы начинаем обретать ум Христов. Мы обновляемся Духом ума своего посредством отношений с Духом Святым. Аллилуйя! Это здорово! Лида, в самом деле, насколько важно сегодня каждому человеку это переживать? Пастор, а вот ты так много говоришь о Духе Святом. А скажи, какой его характер? Какое качество его характера? Какие? Говоря о Духе Святом, я бы сказал так, что мы не можем до конца даже понять, какой Дух Святой. Мы не можем до конца познать, потому что это Бог. и мы можем на личном опыте столкнуться. Знаешь, когда мы что-то прочитали, когда мы что-то где-то увидели в какой-то проповеди, это очень здорово, потому что это обогащает нас. Но есть какой-то личный опыт у каждого из нас, и он довольно небольшой. У кого-то он буквально нулевой, у кого-то он уже есть. В моей жизни за эти годы я пытался не раз понять, как Дух Святой мыслит, как Дух Святой понимает эту или другую ситуацию. Я пытался понять, какой он, и я продолжаю это делать, чтобы познать его, как он мыслит, как он движется, как он рассуждает. И то, что меня сильно удивило, что Дух Святой в самом деле вообще не мыслит так, мы. Он как будто бы не учитывает многие вещи, на которые мы сильно обращаем внимание. Мне иногда кажется, что он очень любящий, и эта любовь, она превосходит какое-то понимание, это раз. Во-вторых, я думаю о нем, что он очень и очень взрослый, очень зрелый, как личность. Настолько, что он способен вмещать нас с нашими недостатками, грехами, ошибками, с нашими неправильными даже какими-то словами или мыслями, и он вмещает нас и любит. У меня была однажды ситуация такая, когда я не общался с Духом Святым около трех дней. Это были очень тяжелые дни в моей жизни, и я был какой-то прямо депрессией в тот момент, я был расстроен, и я сделал какой-то ряд ошибок, и я попал в такое глубокое состояние такого какого-то отвержения, да, я как бы подумал, что наверное уже Дух Святой не захочет со мной иметь общение после этого, да, и тяжело было найти в себе силы в тот момент вообще как-то правильно думать. Я думаю, что это был какой-то момент, который меня многому научил тогда. И вот я пошел в лес, и когда я был в лесу, я шел и на свое место, где я всегда молюсь, там, я шел туда, и я представлял, как я сейчас приду на это место, и как я заговорю со Святым Духом, у меня такие были разные мысли, соображения, я шел, я представлял это, и вот как раз когда я шел, и до того места еще было далеко, и в этот момент я вдруг услышал в Духе, и это был просто шок для меня, я услышал, я скучал по тебе, я просто не мог понять в тот момент, что это такое, настолько это шокировало меня, настолько это тогда просто выбило меня из седла, я не мог понять, потому что я по-другому рассуждал, я думал, что Дух Святой, он ситуацию видит, он все это учитывает, и сейчас довольно-таки сложная ситуация в наших отношениях, и что он даже какие-то обвинения выдвинет против меня, что я с ним несколько дней не общался, и что я допустил, к примеру, какие-то ошибки в своей жизни, какие-то согрешения, и это было так неприятно для меня, я это все представлял, но он как будто бы всего этого не видел, и он я скучал по тебе, и это настолько было шоком, что следующие где-то пару часов я думал только об этом, и только об этом с ним пытался говорить, и у меня мир пришел, у меня пришла такая радость внутри, присутствие Святого Духа, я вернулся из этого леса другим человеком, я думаю, что в тот момент я познал его, я познал его как совсем другого, и мне трудно даже описать, я не хочу просто подбирать какие-то фразы, которые просто с книжек, но в самом деле он мыслит по-другому, я понял одну вещь, то, что я могу сказать сегодня каждому человеку, что он реально тебя любит, и он реально хочет с тобой контакта, он знает о тебе все, и удивительно то, что я скажу это, и это в самом деле пережито мною, ему не нужно ничего доказывать, перед ним не нужно что-то строить, перед ним не нужно пытаться изобразить из себя что-то, чем ты не являешься, все, что нужно для отношений со Святым Духом, это принять его любовь, это принять просто тот факт, что он есть, и что он с тобой дружит, он тебя любит, он хочет с тобой контактировать, у меня такое ощущение, что он вообще настолько выше всего, что мы можем понимать, и мы видим, это в Библии написано, но однажды каждый из нас это переживет на личном опыте, когда говорится, что наши мысли это не его мысли, как небо выше земли, так наши мысли они внизу, а его вверху. вверху. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 вот в самом деле ты задаешь вопрос за его характер, и это такой тонкий момент, я думаю, каждому человеку нужно познакомиться с Духом Святым и лично познать, какой он на своем опыте, на своих личных духовных переживаниях. Может быть, это будут какие-то ваши победы, и вы увидите это, может, это будут чудеса, а может, это будут моменты, где вы будете недостойны общения с ним, но он протянет вам руку и просто скажет, я люблю тебя, иди сюда. Может быть, это будут моменты, когда вы утратили, по какой-то причине не устояли, утратили ежедневное общение со Святым Духом, но потом вы обнаружите, что он не наполнен горечью и обидой на вас, и какой-то злостью, и виной. В нем этого вообще всего нет. он есть любовь, он другой, он просто протянет к тебе свои руки и скажет, иди сюда, потому что я люблю тебя, я ждал тебя. И вот в самом деле, как хочется, чтобы мы в этих отношениях со Святым Духом, мы могли просто насладиться, могли просто в этой жизни стать счастливыми. вот если даже кто-то где-то нас может подвести, да, я могу сказать с опыта, Лида, что Святой Дух, он верен, он не подведет, он выше всего, о чем мы только можем думать, он превыше всего этого. И у меня были ситуации, когда мне было тяжело на него рассчитывать, когда для меня было так важно, чтобы он меня помог, чтобы он меня поддержал. И ты знаешь, это было так тяжело верить, я не знаю даже, мне иногда кажется, что в те моменты у меня не было веры. У меня, наверное, больше было неверия. Но он приходил, потому что он личность, и он творил какие-то вещи. Он делал невозможное. Он делал такие избавления, о которых просто сложно говорить. Я думаю, что возможно, может даже меня в живых уже бы не было, но Дух Святой проявлял свою славу и делал что-то самое невероятное, что просто потрясало меня там, в глубине, о чем я никогда никому не расскажу. Но это потрясало меня и заставляло меня так серьезно задуматься о том, кто он. Кто он? Как понять? оказывается, он реально всемогущий, он может делать все. Оказывается, он тебя слышит. Оказывается, он реагирует на тебя. Оказывается, когда ты просто говоришь «Дух Святой», он реально тебя слышит, и тебе не надо так напрягаться. Он рядом, и он может все, что человеку практически, фактически, по-любому невозможно. Вот то, что я хочу сказать. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что Дух Святой это Бог, это такое счастье для нас, что он может прийти в нашу комнату. Бог, вдумайтесь, который сотворил небо и землю, и который содержит и обновляет ее, и он может прийти в вашу комнату. Вы должны просто быть наполнены этим знанием. Поверьте и знайте, что он в вашей комнате, и общение с ним это реальность. И вы можете, насколько вы сами себе можете, вот просто насколько вы умеете на данный момент общаться с ним, и нужно в этом расти. Это не может быть сразу очень сильным. Есть опыт, есть переживания, есть какое-то знание, которое приходит с годами, с десятилетиями. И я знаю, что мне еще очень много предстоит познать и узнать о нем, и узнать его. Но это все опыт, и у вас должен быть ваш опыт, это ваша драгоценность. Поэтому общайтесь с ним, ищите его, контактируйте, рискуйте, испытывайте. Он хочет, чтобы вы доверяли ему в тех сложных ситуациях своей жизни, и чтобы вы видели его проявление на вашей жизни, то ли на вашем служении, то ли на вашем бизнесе, то ли на вашем здоровье, то ли на вашей личной жизни, где бы это ни было, послушайте, в сложных ситуациях вы должны его познать. Он любит вас. Пастор, скажи, а вот какие качества Святого Духа? мы должны знать, что качество Святого Духа самое первое, мы должны сказать, это любовь. И мы познаем эту любовь. Дух Святой помогает нам познать любовь Отца, помогает нам познать благодать Иисуса Христа. И это в самом деле важное качество. И о чем бы я сказал, Он всемогущий. нет чего-то невозможного для Него. Он может все. Мы видим сегодня, когда люди исцеляются, буквально, да, мы очень часто даже не задумываемся, представь, что такое исцеление. Вот когда мы слушаем, да, и человек говорит, у меня, ну, к примеру, да, вот я слышу постоянно, да, там, свидетельство, у меня был рак. Недавно я слушал свидетельство, женщина рассказывает, и когда она пришла в больницу, у нее была опухоль, потом пошли метастазы, вот она говорит, у меня уже метастазы пошли по всем, по всему телу, все внутренние органы, все было уже в этих метастазах. И ты просто не можешь понять, ну, а каким образом Дух Святой это делает, когда это так все серьезно. И вот она на одном из собраний была, в Дворце спорта, и она получила исцеление. И представь, она идет в больницу после этого, и у нее нет ни этой опухоли, которая была, метастазы, все, которые были, все исчезло, раковых клеток, нет, ничего вообще ощущения. Она полностью здорова. Знаешь, когда люди такое, такое с ними происходит, мы должны задумываться, ну, насколько он всемогущий. И мы должны взять это всемогущество и как перенести на свою жизнь, сказать, Дух Святой, я хочу тоже переживать твою славу в своей жизни. Вот качество всемогущий, он всезнающий. То есть всезнающий и вездесущий. То есть он везде, и он контролирует все. То есть ты можешь ему доверять, когда ты здесь, к примеру, а какая-то ситуация у тебя где-то в другом месте, то ты можешь ему доверять, что он управит этой ситуацией, потому что он всемогущий, всезнающий и вездесущий. И его сила проявится там, когда ты с ним говоришь здесь. Интересно, да? Эти качества, они просто меня потрясают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok